Дорогой зритель, мы, авторы фильма, тебя тоже видим, слышим и даже держим за руку. И проведем вместе с тобой эти 15 минут, окунувшись в свежайшую историю Салвы. Нас ждут 25 серий из документального фильма «Салва Лайф». Этот год мы начали с того, что в дивизионе одежды Волжской текстильной компании начали устанавливать новейшие трикотажные машины, чтобы увеличить в три раза выпуск трикотажного полотна и начать шить современную одежду с точки зрения современного человека. Этот проект начало масштабной модернизации производства одежды. Цель – шить каждый месяц коллекции по 30-40 моделей, которые городской житель станет одевать не только на дачу, но и на вечерний рандеву. Волгостройгрупп на выставке «Не без затей» представила проект «Финская долина». Это огромный торт был с адресом улицы Чернышевского между северо-западными и юго-западными районами. Микрорайон съели за три дня. Мегапроект, поэтому он будет, кстати, реализован всего за год, а съеден за полдня. Получается, что каждому гостю выставки достался кусочек сладкой финской жизни, которую в Чебоксаре создает Волгостройгрупп. Наевшись торта, Волгостройгрупп сделала рынку самое сладкое предложение – 28 тысяч рублей за квадратный метр. Строительные проекты компании, в частности, проект «Финская долина», вызвал неподдельный интерес у властей Чувашии. Я думаю, что вот этот проект нам позволит в национальном республиканском масштабе минимум остановить рост цен на жилье, а максимум, вообще-то говоря, и снизить, удержать на минимальном пороге. На заседании Совета глав Волгостройгрупп презентовала финские технологии сэндвич-панелей с утеплителями, которые будет выпускать индустриально-строительный комбинат. Это не рекламный рассказ, это абсолютно объективная характеристика того, что у нас теперь в Новочебоксарске будет производиться. Три дня менеджеры, топ-менеджеры, мега-менеджеры, а также Дмитрий Романцов работали уборщиками, продавцами, администраторами магазинов нового формата дивизионной одежды. Покупатели даже не поняли, в чем дело, но им очень понравилось. Европейские фасады, современные интерьеры и дизайн – такими видят школы будущего архитектора «Волгостройгрупп». Быстро возводимые школы из современных сэндвич-панелей в два раза уменьшают стоимость строительства. И сроки возведения, я смотрел ваши материалы, я уж не говорю о качестве, и цены у вас вообще суперконкурентные. Они в разы быстрее возводят эти школы, и они дешевле там на 10, 20, где-то 30 процентов, чем сегодня. А в некоторых случаях даже в два раза дешевле. «Волгостройгрупп» завершила модернизацию по технологии «Лематик» и запустила индустриально-строительный комбинат. В реконструкцию вложили 25 миллионов долларов и позвали президента республики Николая Федорова и замминистра регионального развития страны Сергея Круглика. Новая европейская философия доступного жилья, сокращение сроков строительства и себестоимости жилья – эти преимущества индустриального домостроения «Волгостройгрупп» впечатлили наших гостей. Есть над чем работать, я хочу всех поздравить. Заявки сделаны колоссальными насчет себестоимости. Я предупреждал, громко не говорите на эту тему, но раз уж сказали, теперь нужно держаться. И самое главное – не себестоимость, а продажная цена. И здесь просто просьба резко не опускать, потому что они все сумеют перестроиться, у родителей ног очень просто. Еще недавно наши парни выкопали очаровательную яму на берегу Чебоксарского залива, установив табличку «Отель 5 звезд». А теперь Сувар-отель получил каркас в 6 этажей. Собрали за один месяц. В честь этого невероятного события лучшие строители получили грамоты и именные часы с гравировкой «Волгостройгрупп». Народ валил пчелами на мёд в двери магазина «Мега-Ивушка». Новый формат продаж постельного белья реально успешен. В этом медоносном уле тем временем кипела супер-суббота. Были клоуны, был Андрей Николаевич Фомин, ящик шампанского и отличные цены. Но кто же устоит? Впервые в Чувашии появилась статуэтка «Тэфи». Программа «Куча мала» волжской медиакомпании победила на конкурсе Владимира Познера в номинации «Программа для детей». Три года подряд «Куча мала» выходила в финал «Тэфи-регион». Глядя на очароваших чебоксарских детей, прожженные телевизионные ценники и жюри рыдали от умиления. Воззначение этого приз очень велико. Это первый орфей, первый золотой орфей в Чувашии. Очень важно, что этот приз получил канал 5+, волжская медиакомпания. То есть это показывает то, что канал 5+, первый в республике, первый в городе и надеюсь, что он всегда таким останется. Есть один небольшой секрет. Мы сейчас находимся в стадии переговоров и я думаю, что совсем скоро откроется еще один секрет, связанный с Тэфи, с нашим регионом. В дивизионе «Домашний текстиль» ВТК получили урожай от модернизации и перестройки продаж. Продан рекордный объем – 214 тысяч комплектов постельного белья. Вся коллекция «Хлопковый рай» поступает в магазины еженедельно, а не в течение месяца, как это было раньше. Число покупателей увеличилось в разы и благодаря новым удобным для покупателей форматам самообслуживания. Мы открыли второй сезон веревочных курсов. Результаты команд в разы лучше прошлогодних. С деревьев прыгали еще ответственнее, а потому дальше по болотам проходили целеустремленно, а потому без потерь. Сквозь паутину проносили тела друзей еще заботливее. Из лабиринтов выводили искренне. По спинам шагали с любовью, ошибки признавали открыто. Дивизион спецодежда ВТК пошил новую коллекцию форменной одежды для проводников фирменного поезда «Чуваши». 154 костюмы доставили из Москвы к открытию Кубка мира по ходьбе. Женщинам, кроме галстуков, выдали еще и шейные платки. Лацканы и рукава новых костюмов украсили чувашским орнаментом. Пассажиры пребывали в эстетическом блаженстве. Масштабный макет финской долины разместили на первом этаже торгового комплекса «Мегамол». «Волгастройгрупп» предложила своим клиентам рассмотреть будущий микрорайон до мелочей. Расположение домов, планировки квартир, благоустройство территории, лесная речка с форелью. Реально круто. Звезды бережливого производства из Германии, Японии и Америки светили на этот раз в Щебоксарах, на домостроительном комбинате ВСГ и швейном производстве ВТК. В САВИ технологии организации труда и сокращения издержек по системе ЛИН внедряют уже третий год. У нас эта программа называется «Бережливое производство». Недавно мы работали с компанией «Волгастройгрупп». Мы показали, где можно сократить издержки, как работать более эффективно, добились очень хороших результатов, увеличили производительность труда на 20%. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф прилетел в Чувашию вместе с Грозой, которая за полчаса до этого тропическим ливнем затопила индустриально-строительный комбинат. Впоследствии стихия на иски убрали организованно, презентацию новых домостроительных мощностей провели блестяще. Греф был в восторге. У вас шикарные технологии. Чуть-чуть добавить сюда Чувашского армита, пару идей, создать комфорт для этих людей. Сегодня каждая вторая сделка на рынке первичной недвижимости в Чебоксарах – это сделка с участием компании «Волгастройгрупп». 57% наших клиентов – это люди со среднедушевым доходом от 10 до 15 тысяч рублей. В 2009 году в Чебоксарах пройдет конкурс «Тэфи-регион». Об этом в полночь, по сведениям Владимира Горбовского, договорились президент Академии российского телевидения Владимир Познер и президент Чувашии Николай Федоров. Это событие позиционирует ВМК как значимого участника российского медиарынка. Николай Васильевич обещал на 200% поддержать идею проведения церемонии, поддержать саму церемонию, так как он считает очень важным в развитии регионального телевидения, в частности в Чувашской республике. Мы начали работать с талантливой молодежью. Группа «САВА» создала для выпускников вузов проект «Бизнес-старт». Цель – предложить неординарное решение практических задач. Лучшие получают возможность пройти стажировку, увидеть работу крупной компании изнутри, получить опыт и достойную заработную плату. Мы попросили их прийти с кошками. Первые жильцы «Волгостройгрупп» получили ключи от дома на «Гастелло». Эту девятиэтажку ВСГ запустил через два месяца после модернизации индустриально-строительного комбината. Мы доказали рынку, что строить быстро, качественно и точно в срок можно. Новоселы были счастливы. Мы предложили им лучший продукт по справедливой цене и сделали из этого небольшой праздник. Наши таланты получают внешнее признание. В номинации «Молодой журналист», выпускающий редактор МК в Чебоксарах Елена Губанова, стала лауреатом национальной премии «Будущей России». Следующий шаг – номинация на президентскую премию в рамках проекта «Образование». На дворе – постиндустриальная эпоха, и нам нужны привести интеллект в цеха. Чтобы ставить неординарные цели, нам нужны достойные ценности. На Чебоксарском экономическом форуме посвучались технологии повышения производительности труда на опыте САВЭ. Это было второе публичное выступление Никиты Колесникова. Инвестиции в человеческий капитал, безусловно, на сегодняшнем этапе развития общества по-прежнему остаются неприоритетными. Попытка же повысить производительность труда только путем инвестиций в оборудование и технологии дает недостаточный эффект. В условиях глобальной экономики для нас сегодня это всего лишь входной билет на рынок. В постиндустриальном обществе, и это, в общем, уже достаточно широко известная сентенция, важнейший актив – это люди. И мы на своем опыте уже в этом успели убедиться, несмотря на то, что мы занимаемся активно этим с октября 2007 года по настоящий момент. Ценности группы САВЭ – рисунки на асфальте в акватории залива. Юные жители Чебоксара рассказывали в красках о любви, заботе, искренности, гибкости, целеустремленности, ответственности, открытости новому. Понятия взрослые и философские – дети их понимают лучше нас. Проект пятизвездочного сувора отеля в Чебоксарах получил значимое признание от рынка. Сразу два банка приняли решение инвестировать в гостиницу. В итоге «Волгостройгруппа» и «МДМ-банк» подписали соглашение об открытии кредитной линии на сумме 700 миллионов рублей сроком на 6 лет. «Комиксант» предположил, что САВЭ построит сеть отелей в Поволжье. Волжская медиакомпания стала партнером аргументов и фактов по изданию популярного еженедельника в Чувашии. Мы предложили лучшие экономические условия, внятное бизнес-развитие и честное партнерство. Обнимание, боеготовность! Мы теперь в глянце. 56 страниц о жизни наших компаний за первые полгода 2008-го. Об этом первый номер корпоративного журнала САВЭ. Мы научились слушать друг друга, поэтому нам стало о чем говорить. И вот мы сделали целый журнал. Дорогой зритель, включи свой сотовый телефон, сделай звонок одному из актеров фильма. Продолжение следует и наверняка ты уже автор следующих серий.